Так, здравствуйте дорогие друзья, сейчас покажу почему не нужно покупать паки. Ну то есть, они бустят, но как бы, если вы не собираетесь все паки скупать, то смысла нет. Вот мне просто нужны были вот эти зелья дракона, за которые я могу, за которые можно создавать разные предметы в акциях. Можно вот тоже шанс достать 10%, вы понимаете. Что очень сложно что-то достать с этих паков, но если у вас закрыты все карты класса, зеленые, и агатионы тоже зеленые, улучшенные, то смысла, ну я не знаю. Ну конечно, если вы можете себе позволить, конечно берите паки, но а так, если вы фри игрок как я, то это бессмысленно. Лучше б я, вот если б мне не нужны были зелья дракона, там мах урон, весь урон, вот к примеру, плюс 2 урона раз, плюс 3 урона, плюс 4 урона, как минимум. Это как минимум я бы 4 урона закрыл, эти 4 урона мне бустанули бы, сошкреб короче, я свинул немножко алмазиков и хочу купить пак. Вот такой агатионский пак, в котором вот эти зелья дракона, которые меня манят просто, вот они просто манят меня, я чувствую, что они мне нужны, и я просто должен купить пак с агатами. И мы сейчас посмотрим, что я получу с этого пака. В паке вот такие души, зелененькие. Зелененькие души. Давайте начнем с агатов. Ничего интересного, но и фил агат. С посохом высшего качества книжечка. Скушали книжечку. 20к знаков. Давай мы все откроем. 60к, короче. Короче. 100к, знаков поручения. И 100к, ордена славы. Но я покупал пак ради вот этих зелий, которые я буду использовать. Которые я буду использовать в замке. Давай мы еще. Посинтезим. Агатионов. Синтезируется. Синтезируется. Агатионов очень плохо. Я не знаю, с чем это связано. Так. Синтез. Та-дам. Синенький. Камушек. Круто. Камушек улучшенного агатиона. Зелье дракона. Супер. Супер.